Всем привет! Сегодня я вам покажу подборку из интересных идей с едой, которые помогут удивить и порадовать ваших близких и любимых людей. Берем помидор с львовидной формы и разрезаем его вот таким образом. Аналогично разрезаем другой помидор. Соединяем две половинки и получаем очень реалистичное сердечко. Прокалываем его стрелой амура и получаем отличное украшение. Мелко нарезаем колбасу, огурец, помидор и зелень. Натираем сыр на мелкой терке. Соединяем все ингредиенты и перемешиваем. Берем чипсы Принглс, выкладываем на них получившийся салат. Выкладываем чипсы на тарелку. Сверху украшаем половинками маслины. В центр можно положить цветок из розы. Украшаем нарезкой из огурца и помидора. Получаем очень вкусное украшение для стола. Берем хлеб для тостов. Вырезаем при помощи чашки круглый кусочек. В некоторых круглых кусочках при помощи формочки вырезаем сердечко. Наносим клубничный джем на хлебный кусок. Накрываем кусочком сердечком и получаем отличный и вкусный десерт. Наносим джем на сердечко из хлеба. Сверху накрываем вторым сердечком. Получаем очень аппетитный и сладкий сердечный бутерброд. Берем морковку и чистим ее. Отрезаем при помощи ножа тоненькие полоски. Срезаем у полосок острые углы. Получаем вот такие заготовки. Выкладываем их вот таким образом. Затем закручиваем в трубочку. Получаем бутон розы. Скрепляем лепестки зубочистками. Выкладываем на листья салата и украшаем импровизированными листьями из огурца. Берем мандарин, очищаем его от кожуры и разделяем на дольки. Каждую дольку разрезаем вот таким образом. Соединяем две дольки и получаем мандариновое сердечко. И опять скрепляем половинки шпажкой. Берем банан, отрезаем часть хвостика. Намечаем зубочисткой лапки. Вырезаем их ножом. Укрепляем лапки зубочистками. Теперь банан может стоять на ножках. Берем еще один банан, намечаем длинные уши. Делаем прорезы ножом. Отрезаем лишнюю часть. Загибаем кожуру и прикрепляем ее к банану зубочистками. В качестве глаз можно использовать пряную гвоздику. Получаем голову таксы. Голову тоже можно прикрепить к телу при помощи зубочистки. Получаем очень симпатичную собачку. Берем ананас и отрезаем от него верхушку. Нарезаем его на кружочки толщиной примерно 1 см. Берем формочку для печенья в виде сердечка. И вырезаем в ананасе эти самые сердечки. Сердечки из ананаса нам еще пригодятся. У кусочка ананаса с дыркой в виде сердечка отрезаем кожуру. Должно получиться что-то вроде этого. Берем арбуз и тоже нарезаем его на кружочки толщиной примерно 1 см. Вырезаем в арбузе сердечко при помощи формочки. Оставшуюся часть отрезаем. Помещаем сердечко из арбуза в ананас. А сердечки из ананаса помещаем в арбуз. Еще можно взять палочку для суши и насадить на нее сердечки из ананаса и арбуза. Берем сладкий перец. Отрезаем кончик. Вырезаем сердцевину с семечками. И вынимаем при помощи ложки. Делаем прорезы ножом. И получаем подобие цветка. Можно еще сделать вот такие прорезы. Чтобы лепестков стало больше. Нарезаем колбасу на кружочки. Кружочки разрезаем пополам. И выкладываем друг на друга. Закручиваем колбасу. И получаем бутон розы. Вставляем бутон в перец. И получаем отличный цветок розы. Берем сосиску. Отступаем 1 сантиметр от края. И разрезаем ее пополам. Делаем из сосиски сердечко. И соединяем концы зубочисткой. Выкладываем сосиску в разогретое масло. И разбиваем в центр яйцо. Добавляем соль. И обжариваем до готовности. Накрыв сковородку крышкой. Вынимаем зубочистку. И обрезаем все лишнее. Украшаем тарелку помидорами, огурцами и зеленью. Берем мандарин. Делаем продольные надрезы в кожуре. Счищаем кожуру. Получаем довольно-таки интересные лепестки. Украшаем зеленым виноградом. Дольками мандарина. Черным виноградом. Еще можно разрезать зеленые виноградины пополам. И выложить их на тарелку. Получаем фруктовый фантастический цветок. Берем стручок не особо острого перца. Разрезаем его пополам. Вырезаем внутреннюю часть семечками. Делаем треугольные прорезы. Берем нарезку колбасы. Сгибаем один кусочек пополам. И скручиваем в конус. Вставляем колбасу в перец. И получаем оригинальный цветочек. Аналогично делаем цветок из зеленого перца. Получаем красивые и съедобные цветочки. Берем киви. При помощи овощечистки срезаем кожуру. Затем нарезаем мякоть на тонкие полоски. Складываем их в один ряд и закручиваем. Получаем розу из киви. Дополняем ее лепестками из кожуры. И украшаем лепестками сбоку. Получаем оригинальную розу из киви. Берем грушу. Разрезаем пополам. Выкладываем одну половинку на тарелку. Берем зеленый виноград и разрезаем пополам. Выкладываем половинки груши. Берем черный виноград. Отрезаем кончик. Выкладываем кончики на зеленый виноград. Отрезаем кусочек от морковки и разрезаем его вдоль. Вырезаем из обрезка треугольник. Это будет клюв. В качестве глаз можно использовать пряную гвоздику. Также из морковки можно вырезать лапки для павлина. Таким павлином можно отлично украсить любой праздничный стол. Очищаем морковку. Нарезаем ее на кружочки. Делаем в кружочке треугольный вырез. Рядом делаем еще один вырез. Огурец тоже нарезаем на кружочки. Разрезаем пополам и делаем вот такой вырез. Берем шпажку, насаживаем на нее огурец, а затем морковку. Получаем забавный цветочек. Желаю вам приятного аппетита и только хорошего настроения.